Вечер в яхт-клубе выглядит вот так Конечно, вот эти тучи несколько смущают Причем смущают не столько тучи, сколько гром Не знаю, слышно ли на камере Но он гремит все сильнее и сильнее Хотя вот там небо чистое Друзья, сейчас резко ливанул ливень Короче, наши синоптики нас в очередной раз подвели Нам пришлось в срочном порядке перепрыгнуть вовнутрь Закинуть сюда и розетку, и чайник Что-то здесь воняет, если честно, проводкой немножко Думаю, что это просто из-за того, что чайник горячий Короче, вот сейчас в тесноте Кушай, кушай огурчик, ничего страшного Виша, Витя развешивает накидку Но здесь все уже, если честно, успела намокнуть Смотрите, потому что косой дождь Я причем сидела здесь, он меня застал прямо в каюке Я сидела здесь, но вот еда намокла Да, друзья, еда намокла Но я думаю, что мы эти бутерброды, заготовленные из дома Сейчас съедим с горячим чаем В принципе, такие дожди обычно достаточно кратковременные Но, конечно, неприятно Под дождем остался мокнуть наш горшок Ну, не наш, а Олешкин А там уже вдалеке ясное небо Я думаю, на открытой воде можно будет увидеть радугу Ну что, промок? Конечно Да, а теперь стряптись от Вити Правда, без... Ведь не надо это мокрую вот сюда сейчас Я понимаю Начинули палатку Более-менее сухо У нас она, это самое Давно уже не обрабатывалась А водоталкивающая у меня растворами Поэтому, в общем-то, не идеально Ну, вообще, она все намокла Еще до того, как мы ее успели накинуть, если честно Нет, ну это да Это дождь прошел очень резко И все успело намокнуть Надо мне ее повесить Да вот сюда куда-нибудь на эти Да, куда-нибудь сейчас С такси мне смотрим Ладно, пусть пока плывется Очень вкусно в такую погоду Горяченький чай Как хорошо, что мы успели его закипятить Хотя могли бы и здесь закипятить Вот такой закат у нас в яхт-клубе Дождь закончился Наверное, лил минут 7-10 Красоте Конечно, красоте Пользуясь тем, что мы остаемся здесь ночевать Витя решил провести техобслуживание Все яхты А Олешка ему помогает Счастливо! Возвращайтесь скорее Счастливый, что мы помахали в ответ Аллигатор у нас Любит встречать и провожать всех гостей Меня потихоньку загрызают Комары Да, на моторе Разбирается, что яхта соседняя пошла не под парусом А на моторе Олешка позирует Покажи свой браслет от комаров, Олеш Вот, смотрите, какой у него браслет от комаров Пониже Вот такой вот у него браслет от комаров Не знаю, как будет работать Это я нашла запас из прошлого года Олешка меня все вытаскивает Погулять Дай руку Вот так вот Мы в браслетах Вон у меня на ноге браслет И на руке, в которой я держу камеру У Олешки тоже на руке и на ноге браслет Пойдем кормить комаров Как вариант хранения стакселя Честно говоря, как он будет выглядеть После такого хранения, я не знаю Но тоже вариант Мы с собой стараемся более ровно держать Хотя у нас паруса достаточно потрепанная Перед тем, как лечь спать Олешке нужно посадить батарейку Да, Олешка? Чтобы ни на что не осталось сил И крепко заснуть Остатки энергии Олешка решил потратить на батут Да Мама Да Так, ну что Олешка наконец-то напрыгался, набегался Правда, с батутом Мне пришлось его утаскивать со слезами И вот пора нам уже что-то стыдить В принципе, еще на улице достаточно светло В яхте уже достаточно темно Да, в яхте уже достаточно темно Да, кстати, браслеты, в принципе, вроде бы помогают У меня на одной руке браслет И на одной ноге браслет Вы знаете, не ощущаю укусов Комары вокруг летают, но вроде бы не кусают В нашей части яхт-клуба на яхтах ночуют единицы И мы сегодня среди них Яхтенная обувь must have Казалось бы, на ровном месте Спускался в каюту Задел лавочку Содрал себе ноготь Ноготь, а палец У нас есть аптечка Конечно, аптечка такая Машинная Поэтому там, грубо говоря, одни бинты Рассыпающиеся Пластырь, перекись Но мы к ней уже не первый раз прибегаем Вот так вот у нас получилось обустроиться Олег, не выключай свет У нас здесь есть лампа Но она больше светит на переднюю часть каюты А вот нос остается в темноте Спокойной ночи Мои еще спят А я пытаюсь убить Всем доброе утро Что я могу сказать Про ночевку в рикошете Это кошмар Это как в палатке Но у меня ребенок Лазил по всем По всем сиденьям По всем лежачим местам В результате он Где-то у меня под боком лег Мне было жутко неудобно Теперь ужасно болит шея А еще Ночью было прохладненько Не скажу, что прям холодно Но прохладно И мы по ходу дела Не подрасчитали С количеством одеял Мы взяли только три плитика Олежке, естественно, свой не понравился Он всю ночь стягивал мой Ну, короче Скажу честно По документам Наша лодка рассчитана на пять пассажиров Там четыре полноценных спальных места Ну, я не знаю Может быть Если убрать все вещи Я подчеркиваю Все вещи по рундукам Но у нас все вещи по рундукам не влазят И два лягут в носу Если еще два, типа Маленького роста И два человека Лягут по бокам А ноги засунут В так называемые гробы Ну, то есть в пространство Под сиденьями Кукпита Может быть, тогда Но мне лично было спать жутко неудобно Потому что места объективно мало И в принципе, да Некоторые склады сравнивают с палаткой Наверное, удобство действительно как в палатке Но проблема в том, что отдых в палатке я не люблю Так что вот так вот Сейчас иду умываться и выбрасывать мусор Ну что, я убылась У меня, конечно, адски болит шея Но возможно, потому что я неудачно лежала Ну, потому что мне приходилось вот так вот Олежечку обнимать Который не стал спать на своем месте И подполз мне под крылышко Вообще, спали крепко То есть я как с вечера заснула Так ночью и не просыпалась И, в общем-то, проснулась где-то Почти в 8 утра Нормально Нормально Единственная шея адски болит И было очень тяжело встать Потому что хочется сразу встать и расправиться А расправиться, даже сидя В рикошете с моим ростом И с Виткиным тоже не получается Расправить спину можно только Когда выходишь из яхты Ну что, утро прекрасное Скажу честно Утро шикарное Просто потрясающее Настроение хорошее Но лодка нам нужна побольше Это при том, что сегодня с нами Ночевал только один ребенок Потому что Белла гостит у бабушки Что, папа шикотит, да? Наша ступенька из каюты Трансформируется вот в такой столик Который отлично устанавливается Между сидушками в кокпите Поэтому сейчас будем делать Салатик И завтракать Юля у нас режет салатик Хозяюшка Витя меня перехватывает Я забыл досочку Поэтому режем на тарелочки Вот так вот приходится После ночевки на яхте Прибегать к услугам Массажа Профессионального Ну не профессионального Но срочного массажа Потому что у меня прям шея затекла Я спала на не своей подушке Когда получилось, что моя оказалась у Вити Ну ты сказал Ну ты знаешь, с вечера мне было удобно Лежать, смотреть киношку А вот к утру оказалось очень болезненно Собственно говоря, боль в спине меня и разбудила Олешка тут прыгает Спасибо Тем временем наш завтрак Приобретает уже более вкусные очертания Сейчас еще порежу зелень И можно будет кушать Итак Мы закончили завтракать Помыли посуду Сейчас, наверное, пойдем Покупаемся На мель Витя вернулся С утренних процедур Я допустил шутки В машине? Да И заодно мы отнеслись В машину Подушки И одеяло Чтобы они нам не создавали лишний балласт Теперь у нас Вот так вот Чистенько Ну что, друзья Уже почти 3 часа воскресенья То есть мы на яхте Уже больше суток Ну, что я скажу Комфорт в рикошете Конечно, наверное, как в палатке Правда, стены попрочнее Что существенно радует Разместиться можно Но мне было неудобно К утру адски болела шея А вот просто адски До сих пор она поваривает Думаю, даже чем-то мазать придется Но Что касается возможности Спать здесь возможно Ночевать возможно Вдвоем было бы, конечно, удобнее С детьми не так комфортно